Всем привет, меня зовут Егоров Артём и мы с вами продолжаем знакомиться с пакетом Collection из стандартной библиотеки Python На предыдущем уроке мы изучили класс Counter из этого пакета а сегодня рассмотрим специальный тип данных под названием DefaultDict то есть словарь по умолчанию Этот специальный тип данных нам позволяет избавиться от одной проблемы обычных словарей Давайте я её продемонстрирую Создам словарик D, в нём абсолютно нет никаких ключей и вот когда мы обращаемся к ключу, которого нет то получим ошибку Это вот стандартное поведение обычных словарей Но иногда мы хотели бы, чтобы при отсутствии ключа этот ключ создавался с каким-либо значением по умолчанию Например, когда мы на предыдущем уроке подсчитывали значение то есть сделали счётчик по умолчанию нужно было, чтобы ключ создавался со значением 0 И вот DefaultDict нам позволяет это сделать Давайте сперва только импортируем эту строчку чтобы я мог пользоваться этим типом данных и в переменной R создадим DefaultDict и вот в качестве значения по умолчанию я передам тип int то есть целое число И смотрите, какая магия у нас произойдёт Вначале давайте взглянем Смотрите, ничего в нашем дефолтном словаре нету И значит я обращаюсь к ключу s, допустим и мы получаем нолик И при этом в самом словаре r этот ключик s создался с соответствующим значением И это происходит, потому что если вы вызовете int и ничего ему не передадите то он вернёт нам нолик То есть это пустое значение целых чисел И по аналогии, конечно же, вы могли бы дефолтный словарь сделать и на основании другого встроенного типа Например, список Вот давайте на него взглянем Он сейчас пустой Но если я обращаюсь к ключу единичка то в нашем словарике соответственный ключ появится и значение у него будет по умолчанию пустой список И конечно же, как при работе с обычными словарями вы можете создавать свои собственные ключи и передавать им любые значения, которые вы хотите Вот, например, я создал ключ a со значением 123 Несмотря на то, что у нас по умолчанию стоял пустой список мы спокойно можем создать значение целого типа Также вы вправе переопределить значение по умолчанию которое возвращается в случае, если ключа нет Для этого вы к дефолтному словарю обращаетесь к значению default factory И здесь, давайте во-первых на неё взглянем Вот, здесь у нас хранится лист как мы и передавали Вот этому значению вы должны присвоить новое Но если вы присвоите просто какой-то список с значением 123 то мы с вами получим ошибку Потому что в этом атрибуте должно храниться вызываемое значение И я уже вам показывал, что int мы можем с вами вызвать и оно нам вернёт нолик List мы с вами тоже можем вызвать Нам вернётся пустой список Set мы можем вызвать и так далее А вот просто обычный список мы с вами вызвать не можем То есть это значение, если к нему подписать круглые скобочки оно не поддерживает вот этот оператор вызова И возникает вопрос, как быть в такой ситуации? Очень просто Вы можете воспользоваться функцией либо именованной, либо анонимной То есть лямбдой функции И вот смотрите, если я создам обычную лямбдую функцию которая будет возвращать мне список 123 то теперь при обращении к ключу 4 мы с вами получим тот ответ, который ожидали Вот давайте я несколько строчек удалю Взглянем на наш словарь B Здесь, во-первых, показывается значение по умолчанию которое мы изменили Это наша лямбда функция И вот здесь есть ключик 4 Давайте обратимся к ключу 5 Его ещё не было И вот он теперь появится И, соответственно, вот здесь вот После двоеточия вы указываете значение которое вы хотите вернуть по умолчанию То есть, например, можно указать строку hello Давайте перезапустим Вызовем у B ключ, допустим, 10 Его ещё не было И вот мы увидим, что ключ 10 создался со строкой hello Ну и давайте продемонстрирую пример использования словаря по умолчанию У нас, например, с вами есть такие данные Здесь хранятся фамилия и баллы Мы хотим посчитать, сколько Иванов отдельно набрал баллов Сколько Петров и так далее Для этого я создам дефолтный словарь Marks, то есть оценки И раз мы подсчитываем числа То создаём на основании класса int Далее мы проходимся по этим оценкам Давайте я пока переменную i заведу В нашем списке data Итак, мы можем вывести эту переменную i И мы вот видим, что i это кортеж Из двух значений Первое это получается фамилия А второе это баллы Вот я могу разложить эти два значения по переменам И тем самым сделать распаковку их Так вот, с этими переменами мне нужно сделать следующее Фамилия у меня будет являться ключом А Marks это то, что мы подсчитываем с вами Да, здесь давайте переменуем Потому что это в единственном числе И мне нужно словарик переопределить И вот теперь мы, получается, в нашем словаре По умолчанию Marks Можем сразу обращаться по ключу сурнеем И помним, что когда его нету А при первом обходе Иванова у нас нету То вернётся нолик И мы можем сразу к нолику Плюс равно, то есть прибавлять Значение оценки для нахождения суммы Итак, запускаем И смотрим то, что у нас хранится в переменной Marks Смотрите, Иванов у нас в сумме набрал 8 Петров 4, Сидоров 5 Далее, например, нам нужно не просуммировать эти оценки А их сгруппировать, например, в какой-то список И значит, что мы можем сделать? Мы можем скопировать эту строчку Marks и давайте подпишем list Соответственно, здесь мы по умолчанию создаём пустой список И в Marks list мы также обращаемся по ключу сурнеем То есть мы для каждой отдельной фамилии Будем добавлять нашу оценку А добавить мы можем при помощи метода AppPoint Вот Здесь опять же, учитывайте, что при первом обращении к ключу У вас вернётся пустой список И уже потом в пустой список будет добавлена оценка Давайте выполним эту строчку Да, у меня переменная Marks list не определена Потому что я не перезапустил вот эту строчку Теперь выполняем эту ячейку И остаётся нам посмотреть на то, что хранится в Marks list Смотрите, у Иванова 3 оценки У Петрова 1.3 И у Сидорова 1.5 Также вы можете для каждого ученика, допустим, собрать только уникальные его оценки Значит, по аналогии Мы создаём ещё одну переменную Давайте здесь назовём её unique Это будет словарь по умолчанию И нам нужно множество А у множества есть метод add, который позволяет добавить новые значения Но сперва мы опять же обращаемся по ключу нашей фамилии Получаем либо пустое множество, либо уже множество с какой-то оценкой И туда добавляем новую оценку Итак, перезапускаем эту ячейку И давайте вот здесь вот посмотрим на наши перемены Marks unique И я здесь специальные данные создал Такие, что у Иванова дважды повторялась двойка Но мы увидим только её единожды Все остальные оценки у других учеников Они не повторяются Ну вот пример операции, которые вы можете выполнять с DefaultDict Этот тип данных также очень интересен И я надеюсь, вы теперь будете им пользоваться в своих проектах Ну а на сегодня у меня всё Если это видео вам понравилось и было полезно Обязательно отблагодарите меня лайком Ну а я с вами прощаюсь И увидимся в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok